Таджикистан В частности, говорится, уклонение от исполнения священного долга защищать родину является тяжким грехом, а те, кто способствует его совершению, также совершат грех. Кто любит свою родину, должен быть преданным своей родине, нации и культуре, так как любовь к родине, защита отечества, территориальной целостности, безопасность и стабильность, поклонение своей культуре и национальным ценностям является долгом каждого мусульманина. Любовь к родине является одним из показателей имана, веры, говорится в заявлении. Один из жителей столицы рассказал нашей редакции на условиях анонимности, что 12 апреля во всех мечетях Душанбе пятничная проповедь была посвящена именно этой теме. Народ в большинстве своем и так относится с недоверием к проправительственным имам Хатыбам из-за оправданий любых действий режима. После окончания молитвы большинство прихожан выходили из мечети и на их лица было явно заметно возмущение, от некоторых даже можно было услышать ругательство в адрес муфтия и совета улемов, сообщил горожанин. Наблюдатель отмечает, что официальные религиозные деятели в Таджикистане уже давно стали рупором государственной пропаганды режима Рахмона, который навязывает населению идеи национализма и патриотизма, пытаясь вытеснить тем самым ислам из жизни общества. И несмотря на тот факт, что прохождение армейской подготовки и на самом деле является обязанностью каждого мужчины, согласно исламу, при Рахмоне армия играет в Таджикистане скорее декоративную роль, нежели является гарантией независимости государства от внешних угроз. Ведь ни для кого не секрет, что российская военная база находится в 40 километрах от Душанбе, а на каждом пограничном пункте по умолчанию постоянно находится российский военный советник, что ставит под вопрос наличие суверенитета у Таджикистана. В городе Душанбе, в городе Куляб, в городе Курган-Тюбе, где дислоцируется военная...